Друзья, на самом деле, начало этого видео должно было быть абсолютно другим. Но когда мы только что начали разбирать этот автомобиль, полностью уже разбирать этот автомобиль под покраску, когда мы начали его матовить, ну, я просто там стою, что-то камеру настраиваю туда-сюда, думаю, как бы, речь интересная у меня в голове созрела, думаю, ох, сейчас ребятам бахну, все, расскажу по красоте. Они будут просто в шоке от этой серии. Но в шоке был через 30 секунд я, когда Александр, который будет заниматься моим автомобилем, меня позвал, говорит, Серег, хочешь покажу прикол? И после того, как я этот прикол увидел, я уже понял, что, в принципе, наверное, это не прикол, это, знаете, такой вот чисто российский подход к тому, что создают наши предприятия. И называется этот подход вот простым, ааа, и так сойдет. Вот смотрите, какая ситуация. Вот дверь, снятая с автомобиля. Вот автомобиль. Кто просто первый раз у меня на канале, этому автомобилю порядка 6 месяцев. Пробег у него 3000 километров. Это абсолютно новая тачка от дилера, не битая, не крашеная. То есть вот она выехала новая. И просто мы ей занимаемся, тюнингуем, делаем ее эксклюзивной. Поэтому она в таком сейчас состоянии. Но суть в том, что, смотрите, с завода дверь на автомобиль крепится, вернее, красится автомобиль уже с установленной дверью. Соответственно, между дверью и кузовом, между вот этими двумя частями крепления, нету никаких грунтовок, краски, каких-то, я не знаю, антикоррозийных покрытий. Короче говоря, вот что начинает происходить с кузовом автомобиля всего лишь через 6 месяцев. Он начинает активно гнить. И это с учетом того, что в Москве я эту машину эксплуатировал зимой, ну, порядка, наверное, раз в 10. То есть по реагентам нигде я не катался особо. Несколько выездов в Подмосковье на оффроуд. Все. Соответственно, продолжение этого чудо-действа на петлях вы можете наблюдать. Вот так вот выглядят петли. Естественно, они уже все зацвели, загнили и на левой двери, и на правой. Поэтому вот такое вот немного, я бы сказал, грустное начало. И вот эта вот история, знаете, когда раньше в СССР люди покупали отечественные автомобили, пригоняли в гараж, до болта его разбирали, протягивали, мавили, антикором мазали. На самом деле все то же самое с продукцией автоваза продолжается и сейчас, в 2019 году. Если этого не сделать, просто-напросто начинает все гнить, цвести и просто убиваться таким вот неряшливым автовазовским способом, подходом автоваза к сборке. Просто, ну, блин, даже элементарно, вот смотрите, идет эта обивка потолка. Как бы можно же отрезать ровно, красиво. Ну, нет, тут просто порвали, тут заломили какими-то пластиковыми металлическими штуками. Тут вообще как-то все равно. Ну, вот она сборка, понимаете. Но отшибись. По-другому это не задать ужасное качество сборки автомобиля, к сожалению. А продается такая машина новая в базе за 500 тысяч рублей нашим соотечественникам. На следующей неделе моя машина уже будет готова. Мы закупились несколькими оттенками красок. А если быть точнее, это даже не краски, это какие-то некие непонятные биндеры, лаки, в которые будет добавляться золотой порошок, красная основа, желтая основа, зеленая, фиолетовая, бордовая. Короче, накупили мы огромное количество оттенков, но прям в данный момент до конца сам с цветом я еще определиться и не могу. Объясню почему. Потому что мне нравится бордовый, мне нравится какой-нибудь кислотно-зеленый, фиолетовый. Короче, я хочу, как я говорил, что-то очень яркое, разрывное. Поэтому понять, что получится из всего того, что стоит здесь, сейчас на этом столе, понять то, что получится, я еще не знаю, не могу понять. Это Саша, он аэрограф, художник. Как твоя вообще должность правильно называют, Саня? Художник, 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 художник-аэрограф. Художник-аэрограф, он мне уже предлагает, вернее даже не предлагает, он говорит, ты по-любому отсюда выйдешь на полностью аэрографированном автомобиле, а я вот так вот ногами прям упираюсь, как в этих голодных играх, и не хочу, чтобы вся моя тачка была в аэрографии. Я все-таки хочу просто поиграть с какими-то нестандартными кислотными цветами. Идет дичайший спор уже вторую неделю, поэтому никак не могу отснять серию, где покажу уже готовый автомобиль. Потому что Санек как творческий человек давит на свое, я как нетворческий, но со своими тараканами в голове давлю на свое. Короче, мы закупили хреновую тучу краски разных оттенков. Вот, это, поверьте, не все, что мы купили. Далеко не все. Это вообще далеко не все. И сейчас есть такое некое смятение, что и как мы будем делать. Саня, расскажи, вот бывают разные очень красивые оттенки, вот есть такое понятие, да, есть акрил, я слышал просто, знаешь, все это, ну, вот в бытовом мире люди слышат два слова, акрил и металлик. По сути, чем они отличаются, да, вот, и какую краску лучше выбирать для покраски. И может ли акрил быть металликом и наоборот металлик акрилом? Вопрос такой, знаешь, действительно дилетантский, на самом деле, потому что акрил-то, в принципе, основа как таковая у всех этих красок, ну, не считая те, которые на водной основе сделаны, это которые во всех Европах и Америках используются. А почему в России не используются? Ну, в России они тоже используются, но такого широкого распространения, как там, они, ну, почему-то не приживаются. Они, на самом деле, там процесс довольно сложный и не самый удобный, и, в общем-то, как бы, такая, ну, и не самое лучшее покрытие, на самом деле, получается, потому что они там делают на три года, у нас делают... Докалово. Как у него, да. А у него у нас даже не на три года, на три месяца. Ну, вот, да ладно, брат. Вот, значит, акрил-это основа. Да, основа, может быть, то есть, в нее уже, как бы, внедряется, то есть, если, как вот ты говоришь, на бытовом уровне, то акрил это чистая, ну, грубо говоря, базовая краска, без каких-либо включений, без металликов, без ксераликов, без перламутров и так далее, и так далее. Это вот, как у меня, например, BMW покрашена тупо, как холодильник. Белая какая-то эмаль нанесена, она не переливается, с ней ничего не происходит. Ну, вот это, грубо говоря, базовый акрил. Сейчас у нас происходит полный процесс, наверное, мотовения, или матовения, мотовения, да, наверное, все-таки правильно по-русски сказать? Мотовка, это правильно называется. Мотовка, да? Мотовка, Сань, окей. Сейчас происходит мотовка автомобиля, то есть, заводскую краску просто шкурочкой какого-то там диаметра, какая там шкурка, Сань, тысячная, двухтысячная, восьмитысячная. 800 единиц, соответственно, проходят по краске, чтобы выровнять слой. И уже после этого, поскольку у меня состояние кузова очень хорошее, поскольку машина новая, никаких ремонтных работ, с ней не нужно было делать ничего, только мы уберем вот эту ржавчину, которая была между петлями дверей и местом крепления на кузове. И, по сути, все, кузов у меня в очень хорошем состоянии. Ребята мне отремонтировали переднюю вмятину, которая у меня была после ДТП, когда человек зимой во время Тазраева уперся в лед. И все, сейчас мы погоним машину уже в покрашенную камеру, и она приобретет свой неповторимый, эксклюзивный и в полной мере единственный цвет в России. И я вам даже больше скажу, цвет-то это будет не только эксклюзивный, единственный в России, а единственный цвет в мире. Ага, и правильно я понимаю, что если ты хочешь перламутр или металлик, вот на этот акрил ты уже, конечно, какой-то, можешь там лакать. Опять же нет, опять же, значит, все в лак добавляется, я, насколько помню, часто только мотоциклы используют, вот такие вот сверхсложные покрытия, потому что там небольшие плоскости и расход, в принципе, довольно серьезно дорогого материала, то есть там не такой большой. То есть если перекрыть полностью машину, то это выстрел в голову самому себе. Ну, то есть если делать на предприятии, грубо говоря, да, где машина выпускается, красится, то есть это очень дорого будет, и, соответственно, машины за счет покраски могут подскочить очень дорого. Поэтому в лаке как таковые, то есть есть двухкомпонентные покраски, то есть это наносится базовый слой, наносится там слой, содержащий ксералики, там металлики и так далее, тому подобное. То есть это трехслойная так называемая покраска. А ксералики это вот эта крупная стружка металлическая, вот эта некая, да, или из чего она там сделана? Ну, типа дает переливы, да? Она не металлическая, там на самом деле просто количество граней дают, ну, это эффект физики на самом деле, то есть светится не само вещество, а количество граней, которые отражают свет. То есть в зависимости, там, восемь, там, есть грани ксералики, там, и так далее, и так далее, и так далее, там, вот за счет этого они получают оттенок, собственно говоря. Слушай, ну и такой вопрос, я думаю, многих он интересует, и меня в том числе, как владельца уже за свою жизнь трех белых автомобилей. Почему, если ты покупаешь белый автомобиль, со временем передние и задние бампера становятся желтыми? Тут вообще вопрос интересный. Такой вопрос, как бы с подвохом для профессионала, сможет ответить или нет? Нет, я просто сам не знаю. Да нет, на самом деле, до банального просто, нагрев пластикой, нагрев металла разный, то есть, когда машина стоит на солнце, она, соответственно, нагревается, да? Пластик и металл нагреваются по-разному, и теплоотдача у них разная, что-то больше поглощает, что-то больше, вот, за счет этого желтеет сам лак. Желтеет у тебя не базовая краска, а желтеет именно сам лак. А, только так. То есть, по сути, лак, он вот этот износ имеет. Износ лака, да, он за счет этого, он как бы... Ну, ты понимаешь, да, что если ты сейчас, твоя теория неверна, то в комментариях просто тебя сожрут, там, бурдалаки. Вау, да, да, да. Я могу поспорить. Мы уже определились с тобой на 100% в том, что это будет некий кэнди. Что такое кэнди, я, блин, понятия не имею. Единственное, что я знаю, что в Америке красят всевозможные выставочные экземпляры автомобилей, то есть, которые, ну, типа, для серьезных всяких выставок из-за нереально глубокого оттенка цвета и неких вот переливов. Что такое вообще кэнди, с чем его едят и почему, грубо говоря, люди массово в него не красятся, какие-то сложности есть или почему... Ну, в чем, что за проблема, потому что цвет разрывной и у него, и, кстати, почему-то у кэнди, я так понимаю, не так много оттенков. Он классическими оттенками некими не обладает, правильно? Нет, на самом деле, по кэнди ты немножко ошибаешься, оттенков у него огромное количество, плюс оттенки между собой все хорошо мешаются, плюс у кэнди есть всевозможные разные подложки, которые, соответственно, тоже дают свой эффект. Массово не красится, ну, очень недешевая краска, мягко говоря. То есть, в принципе, эта штука, она дороже, чем, ну, базисы, которые мы в сервисах есть, да? Чем обычные базовые краски, она, конечно, значительно дороже, плюс есть у нее еще одна штучка, это на солнышке кэнди очень не любит тоже. Солнышко, соответственно, тоже высветает, поэтому она перекрывается специальным лаком, который задерживает ультрафиолет. А что это за лак такой хитроделанный? Который тоже вот здесь вот есть. Только ты название брендов не говори, мы им рекламу не будем делать. Себя рекламирую, себя рекламирую. Никому ничего, нормально. Аэрография, покраска, эти, работа всевозможная, да, рихточка. Вот, поэтому, как бы, ну, в общем, компоненты дорогие, поэтому массово ими красим. А, то есть, смотри, когда мы что-то исполним на моем автомобиле, мы покроем специальным лаком против ультрафиолета. Который задерживает ультрафиолет. Задерживает ультрафиолет, но я так понимаю, что все равно желательно, вернее, нежелательно, по-долгому на солнце ярком находиться, лучше втянетчик его, да? С этим лаком, с этим лаком проблем не будет. Это лак, да, это абсолютно пофигу, то есть, это лак, который действительно ультрафиолет задерживает и который не даст краски высвести вообще. А, я понял, то есть, ну, я думаю, конечно, не всем сейчас зрителям это интересно, но тем, кто планирует что-то делать со своим автомобилем, потому что я много раз видел автомобили именно в оттенках Кэнди, но не в России, а за рубежом, на выставках, да, ну, грубо говоря, в интернете, на тюнинг-шоу, они выглядят просто каким-то, ну, космосом. И почему-то в России такой тачки я не видел живьем вообще ни одной. Ну, может, видел там одну-две. У нас популярна что, пленка в основном, да? Либо, ну, там, в желтой, в зеленой, либо сейчас с этими, с жидкой резиной какой-то красит непонятной. Нет, сейчас, да. Просто не очень, ну, насколько дороже Кэнди краска получилась для нас по сравнению вот с обычным продуктом? Ну, во-первых, смотри, для того, чтобы все-таки то, что я хочу сделать с машиной, понадобилось довольно большое количество краски. Да, я. Мы платим, а Санек делает. Вот, вот, то есть без вариантов тут, соответственно, да, по цене, ну, раз в пять. Подороже получается, чем простая базовая покраска. Пять раз. Я прям вот так на секундочку зайду без маски. Я хочу сказать, ребята, что это Нива, у которой будет самый толстый слой краски, наверное, не только в России, а на всем, блин, континенте. Санек там прям конкретно в работе. У нас там на столе стоят порядка, по-моему, восьми или девяти цветов краски, которые примерно через два часа окажутся на этом автомобиле. Чтобы вы понимали, сколько сейчас времени. То есть, ну, кто-то говорит, да ладно, блогеры, что там, встал, погулял. Вот, сейчас три часа тридцать девять минут. Ну, должно было сфокусироваться. Три тридцать девять. И сам процесс окраски такой вот глобальной только начинается. Готово будет, наверное, часам к шести, может быть, к семи утра. Да, Саша Маляр занимается автомобилем. Вот так вот я стану. Саша Маляр занимается автомобилем сегодня уже часов с восьми. То есть, понимаете, да, 24 часа. Не только хирурги более ответственные, чем он. Пять утра. Сейчас уже пять утра. Это Роман, владелец данного предприятия, Рехточка. Он, скажем так, вот, понимаете, у меня каналу четыре года. И впервые, когда я что-то там в проекте делаю, владелец столько времени просто контролирует сам процесс. Саша сказал, что еще минимум два с половиной часа. И говорит, выезжайте домой. Вот, выезжайте домой. А когда приедете, увидите результат, вы будете просто шокированы тем, что получилось. На самом деле, Ром, я уже шокирован в принципе процессом. Мне кажется, даже ты шокирован. Так и есть, да. Да, потому что, ну, как бы, такого еще просто никто не делал. И тем более, такого никто не делал с отечественным автомобилем. Мы с тобой будем просто первопроходиться, да, первопроходиться к Энди на отечественной тачке. Поэтому, ребят, на этой ночной, уже немножко сонной ноте... Очень сонной. Очень сонной ноте. Мы с Ромой с вами прощаемся. В следующем выпуске мы уже увидим готовый результат, что же в итоге получилось. А у Сашки впереди еще порядка семи слоев краски. И, по-моему... Часов работы, примерно. Пяти часов работы, а может, трех. Ну, да, это ему там, ладно, как он будет водить. И еще трех слоев лака, он сказал. То есть, получается... Это сколько получится? Больше десяти слоев у нас. Десятислойная покраска. По-моему, десятислойная покраска только на Рос-Ройсах или на Бентлях. Там что-то такое, да? Должно бы получиться очень жирно. Очень жирно, да, да, да. Короче, тачка дорожает просто на глазах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В следующей серии мы уже посмотрим, что же такое за эксклюзивный эксклюзив случился с нашей машиной. Все, Ром, пока. Пока, ребят.